Автомобиль, двигаясь с места, движется равно ускоренно с ускорением 2 метра в секунду в квадрате. Какой путь он пройдет за третью секунду и за четвертую секунду? Автомобиль двигается с места, равно ускоренно с ускорением 2 метра в секунду. А у нас будет равно 2 метра за секунду в квадрате. Нужно узнать, сколько он пройдет за третью секунду и за четвертую секунду. Какой путь? Автомобиль двигается равно ускоренно с ускорением А. Тогда S про В нулевое Т плюс АТ квадрат. В нулевое, поскольку равно нулю, S превращается просто в АТ квадрат делить на. Нам нужно узнать, какой путь пройдет за третью секунду. Вот это вот путь и вот это. Мы можем узнать, сколько метров он прошел, скажем, за четвертую секунду. Для того, чтобы потом дальше отнимать от этого расстояния. Мы можем вот таким образом делать. За вторую секунду S2 он прошел какое расстояние? Он прошел расстояние А ускоренно умножить на вторую секунду. На вторую секунду это 4 делить на 2. 2 секунды 2 в квадрате 4. S2 равно А умножить на 4 и делить на 2. Будет просто равно 2. Можно сюда подставить значение. S2 у нас сразу получается сколько? 4 метра. Потому что тут T сократится. T квадрат, Са. Секунды сократятся, получится просто метр. Итак, мы знаем, что вот этот код у нас уже известен как 4 метра. S1 плюс S2 равно 4 метра. За третью секунду, естественно, пройдет вот такой S3. За три секунды он пройдет путь. Будет А помножить на Т. А тут 3 будет секунды в квадрате. Делить на 2. Весь этот путь он пройдет такое расстояние. То есть у нас будет 2 метра в секунду в квадрате. Что умножится на 9 секунд в квадрате. Секунды в квадрате у нас сократятся. Он прошел 9 метров. Но 9 метров это же весь путь. Поэтому для того, чтобы узнать сколько он пришел за S3, нужно от этих 9 отнять вот это расстояние. Тогда S3, вот это, которое нас интересует, это весь путь. А S3, это S3 штрих лучше написать. S3 равно S3 штрих отнять S1 плюс S2. А S1 плюс S2 это у нас 4 метра. И так у нас будет S3 равно 9 минус 4 равно 5 метров. Вот этот кусочек у нас уже получился 5 метров. Этот получился кусочек вместо 4 метра. Мы по такому же подходу делаем расчет для S4. S4 равно A вместо времени 4. 4 секунды мы знаем о том, что весь путь будет за 4 секунды. А на 4 это будет 16 секунд в квадрате делить на 2. Представляем значение 2 метра за секунду в квадрате на 16. Секунд в квадрате делить на 2 мы получаем 16 метров. Это со штрихом напишем. Это весь путь, вот эта вся длина получается 16 метров. Для того, чтобы узнать какой же вот этот кусочек будет, надо отнять вот эти кусочки. Туда S4 будет равна вот этому S' 4 минус вот этот кусок минус S3. Сложим так. S3 плюс S1 плюс S2. Вот этот кусок весит мне. А этот кусок весит сколько будет? 9 метров. Это равно 9 метров. Мы уже посчитали. Это 5, это 4. Значит, это будет 9. S4 будет равно 16 метров минус 9 метров. Это будет равно 7 метров. S3 у нас будет равно, мы посчитали 5 метров. За третью секунду пройдет расстояние 5 метров. А за четвертую секунду он пройдет расстояние 7 метров.